Более 500 ведущих педагогов Татарстана и России, представители системы среднего и высшего профессионального образования, зарубежных специалистов из Германии, США, Молдавии, Армении и Азербайджана объединил международный фестиваль школьных учителей в Елабуге. С 9 по 12 августа в стенах Елабужского института прошли публичные лекции, круглые столы, деловые игры, тренинги, презентации передового педагогического опыта, выставки, ярмарка учебно-методической литературы, дискуссионные площадки. Учитель – это не просто предметник, это не просто урокодатель. Учитель – это удивительно творческая натура, это удивительно творческий человек. Мы взяли все-таки на себя определенную роль, что мы даем учителю не только теоретические знания, но и обязательно обогащаем его как классного руководителя. Они ведь еще очень много времени поработают с родителями, с непростыми детьми, и поэтому даем им возможность посетить различные мероприятия творческого характера. Например, в рамках данного фестиваля это будет постановка драматического театра. И выбор постановки тоже не случайен. Он очень философский, он очень подходит к той теме, которую мы задаем на том или ином фестивале. Я впервые на фестивале, международном фестивале школьных учителей, и, несомненно, меня удивила и потрясла эта форма, которую нашел Казанский федеральный университет, Елабужский институт, потому что именно такая форма сегодня наиболее современная по сравнению с просто повышением квалификации, в институтах повышения квалификации, к которым мы привыкли. Для меня это прекрасный опыт увидеть, насколько у нас похожие проблемы, насколько мы похожи друг на друга. Я всегда здесь удивляюсь людьми, которые есть, потому что они искренние, потому что если они хотят улыбаться, тогда улыбаются, если нет, так нет. Я хочу сказать, что фестиваль – это всегда праздник, это красиво, но я рада, что это фестиваль именно для учителей, потому что если учитель умеет радоваться, умеет наслаждаться жизнью, значит, он умеет и работать. Официальное открытие праздника педагогов состоялось в присутствии первых лиц образования Татарстана. Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил роль педагогов и их вклад в дело образования. Система образования и подготовка учительских кадров занимает особое место. Всегда говорю, из плохой глины нельзя сделать хорошую керамику. И из плохих абитуриентов очень тяжело сделать высококлассных специалистов, которых нуждается наша страна. Поэтому особый вам респект, слова благодарности. И сегодня то, что интерес к педагогическому образованию в республике растет, говорят и так называемые результаты последних двух лет поступления на педагогические направления в нашу университет. Аналогов подобной модели педагогического форума в образовательной среде в масштабе страны нет. Стоит отметить, что Международный фестиваль учителей в этом году стал первым мероприятием в насыщенной программе Республиканского августовского педагогического совещания. Присутствующий на церемонии открытие министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фатахов рассказал о том, какую роль играет данный фестиваль в развитии системы образования Татарстана в целом. Действительно, Елаборская площадка – это единственная площадка, где мы можем с вами общаться. Каждый год и по объему, и по содержанию стараемся обогащать этот фестиваль. Впервые мы планируем по итогам этого фестиваля вручить сертификаты по повышению акваликации. Я считаю, это тоже очень важный момент. И мы очень благодарны руководству Казанского федерального университета, руководству Елаборского муниципального района за организацию этого мероприятия и приглашение столько модераторов, еще когда у вас будет такая возможность. Здесь же на фестивале состоялся форум с участием Энгелев Фатахова и председателем Республиканской организации профсоюза Юрием Прохоровым, во время которого присутствующие в зале педагоги имели возможность задать интересующие их вопросы по актуальным темам образования. В рамках мероприятия прошло награждение победителей республиканского конкурса «Педагог-мастер». На открытии для гостей фестиваля был организован концерт, исполненный национального колорита и праздничной атмосферы, где лучшие певцы и танцоры Татарстана выступали на сцене городского дворца культуры, в том числе участница конкурса «Голос. Дети» юная Саида Мухамедзянова. Эту девочку за проникновенное исполнение песен некоторые из гостей назвали настоящим ангелом. Я лично просто в восторге от церемонии открытия фестиваля, потому что это был такой эмоциональный подъем. Очень редко, когда удается быть именно на такого высокого уровня мероприятиях. И ваш юный талант, эта девочка, которая пела на открытии, это было настолько вообще воодушевляюще. Я просто сидела, у меня слезы цекли от восторга, потому что это просто ребенок-ангел. В течение четырех дней педагоги разрабатывали новые идеи, знакомились с интересными методиками своих коллег, искали и находили вдохновение для профессионального творчества. Всего за это время были проведены более 60 мастер-классов, ведущих зарубежных и отечественных специалистов. Модераторами здесь выступали профессор математики Техасского университета Мурат Чешанов, кандидат наук, научный сотрудник Института иностранных языков и медиатехнологий Университета Грайсфельда Екатерина Кудрявцева, Рядиана Олегнович и Марита Кравали-Паулиня, ведущие исследователи Института гуманитарных и социальных наук Доугавпилского университета, заведующие отделом Института образования Алмаз Хасред, главный редактор журнала «Новое образование» Елена Блинова и другие. Из этого четвертого списка звучит мне на ушко только одно. Помимо образовательных мероприятий, на фестивале была организована насыщенная культурно-творческая программа. Посещение спектаклей русского драматического театра, концерт джазового оркестра, праздничный салют, творческие вечера и многое другое. Саратов, вода плещет волной, Саратов, просветает весной, Саратов, садового и горы, голос приятный светит над тобой. В последний день работы фестиваля состоялось подписание договоров о сотрудничестве между Елавушским институтом Казанского федерального университета и Институтом проблем образования Азербайджанской республики, а также Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета. В этот день также наградили победителей домашних конкурсов методических разработок по воспитательной и учебной деятельности. Вручили приз от партнера фестиваля Республиканского общественного движения «Татарстан. Новый век» за лучший проект «Наш дом. Земля». Специальные призы, путевка в санаторий от Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки, планшет и дипломы за подписью министра и ректора КФУ, подписка на журнал «Новое образование» предназначались абсолютным победителем фестиваля и самым активным его участникам. Фестиваль школьных учителей был признан официальной формой повышения квалификации, и по завершению мероприятия все участники получили соответствующие удостоверения о прохождении курсов и памятные сертификаты. До встречи через год на следующем, седьмом международном фестивале учителей. Елена Матвеева, Айдар Салихов, Пресс-служба Елаборского института КФУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова